итак продолжение продолжение говорил что будет продолжить значит так шарик ударяется о стенку и отлетает естественно от нее вот со скоростью в причем таким образом что шарик возвращается и падает на землю на пол на расстояние половины той длины которую он пролетел первоначально то есть ударился и ударяется вопрос а теперь вопрос а чему будет равняться скорость отлета в горизонтальном направлении шарика от стенки вот так вот ну давайте с вами вспоминать а мы вспоминаем что высота это в 0 квадрат синус квадрат альфа деленное на 2g а длина у нас вот это вот мы ее тоже нашли это в 0 квадрат синус 2 альфа деленное на 2g ну вот а теперь будем думать он отлетает от стенки в горизонтальном направлении значит сейчас в этом самом направлении он тоже будет двигаться этот шарик с постоянной скоростью с постоянной скоростью то есть произведение этой скорости на время полета отсюда сюда будет равняться половине вот этого расстояния по определению задачи ну значит скорость которую мы ищем это половина л деленное на время т вот и все ну что остается делать потихонечку подставить то что мы имеем кстати говоря время полета она у нас совершенно не изменилась абсолютно не изменилась чему она будет равняться в 0 синус альфа деленное на же вот так вот ну и начинаем потихонечку подставлять вот дробная черта половинка чего л в 0 квадрат я сейчас возьму и распишу синус двойного угла это два синус альфа косинус альфа деленное на что на 2g отлично и делим на время время у нас в 0 синус альфа 0 5 умножить на 2 единичка в 0 в 0 в 0 сократили и что осталось осталось в 0 косинус альфа деленное на 2 все получили ответ отлично значит он будет возвращаться вот с такой вот скоростью ну и последний вопрос давайте сейчас спросим последний вопрос вот такой вот последний вопрос у нас будет вот такой а скажите пожалуйста а изменилась ли энергия если она изменилась сколько ее потерялось ну давайте свое подумаем чур будет равняться потеря энергии так ну по оси y у нас ничего не изменится ну давайте с вами это проверим вся кинетическая энергия по оси y мы рассуждаем вся кинетическая энергия мви эфис и грек квадрате пополам это кинетическая энергия перешла в потенциальная энергия вот ну и что давайте посмотрим чему у нас это будет равно в начале была кинетическая энергия по оси y это м деленное на 2 а вы нулевое это у нас в 0 синус альфа в квадрате в 0 квадрат синус квадрат альфа отлично что у нас получилось здесь м же а высоту то мы нашли предыдущих задачах это в 0 квадрат синус квадрат альфа деленное на 2 же 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 можно сократить и мы видим что левая часть и правая часть совершенно одно и то же значит по оси y у нас закон сохранения энергии механической выполняется а вот что будет по оси x так по оси x в начале была скорость в нулевое косинус альфа косинус альфа а когда шарик отлетает от стенки скорость была в нулевое косинус альфа деленное на 2 так наводит разным на размышления вот скорости до и после они не одинаковые значит кинетическая энергия будет разная раз она разная значит есть изменение кинетической энергии значит закон сохранения механической энергии в данной ситуации выполняться не будет потому что есть потеря энергии если бы не было потери энергии этот шарик возвращался ровно с такой же скоростью и прилетел бы обратно сюда но этого не произошло тогда что у нас получается получается у нас вот что в начале у нас м вефис квадрат косинус квадрат альфа делим на пополам да и это будет равняться не равняться вычитаем м деленное на 2 а теперь вот это вот все в квадрате это будет в 0 квадрат косинус квадрат альфа и деленное на 4 ну чему это будет равняться половинка отнять одну восьмую получается 3 восьмых 3 восьмых м в нулевое в квадрате косинус квадрат альфа вот это у нас и есть потеря энергии которая про и зашла все спасибо за внимание всего доброго спасибо спасибо за внимание Субтитры сделал DimaTorzok